Ветряная электростанция Приазовского района будет самой крупной в Европе. В этом уверен президент Украины Виктор Янукович. Во время рабочего визита в Запорожскую область побывал на запуске первых 20 ветровых установок, а самую крупную на юге Украины гидроэлектростанцию поздравил с 80-летием. В концертном зале Декадни Проспедсталь негде яблоку упасть. Здесь с минуты на минуту должен появиться президент, чтобы поздравить запорожцев с грядущим 80-летием Днепровской ГЭС. Днепровской ГЭС – самая большая гидроэлектростанция на юге Украины. В год вырабатывает миллионы киловатт энергии. Хочу еще раз поздравить коллектив гидроэлектростанции, всех жителей Запорожья и Запорожского края с выдающимся юбилеем Днепровской ГЭСа. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, тепла вашим жилищам и уверенности в завтрашнем дне. В честь 80-летия лучшие работники Днепровской ГЭСа получили от президента государственные награды. Любовь Владимировна более 30 лет следит за тем, чтобы Запорожье не осталось без света. За это ей орден княгини Ольги третьей степени. Очень потрясена, я бы сказала. Тем более особенно приятно, потому что наша семья вся работала на Днепровской ГЭСе. Отец и мать приехали в 47-м году на восстановление Днепровской ГЭСа. Чтобы Украина и в будущем была со светом, нужно продолжать строительство ветряных и солнечных электростанций, считает президент. Причем за деньги инвесторов. А вот в социальной сфере Виктор Янукович предлагает полностью положиться на государство. Когда реформа закончится, уверен, жить станет лучше. А пока придется потерпеть. В мире, говорит, кризис, а в Украине выборы. Украина вошла в финальную фазу подготовки к парламентским выборам, которая, как всегда, сопровождается, как говорят, повышением политической температуры в обществе. Однако, я уверен, стратегические приоритеты деятельности власти останутся неизменными. Прежде всего, имею в виду последующую модернизацию и реформирование государства с целью существенного повышения уровня жизни наших людей. Чтобы догнать европейский уровень жизни, Украина должна ежегодно наращивать экономику на 6%. Пока получается чуть более, чем на 5%. Поэтому сейчас, главное, уверен президент, налаживать международные отношения, искать инвесторов и продолжать воплощать реформы. Продолжение следует...